здравствуйте мы в бельгийском канале экзегет обсуждаем книги царств первую вторую сегодня начинаем третью речь пойдет о окончании царствования давида и о воцарении соломона это 1 11 глав 3 книги царств в первой главе говорится так когда царь давид состарился войдя в преклонное лето то покрывали его одеждами но не мог он согреться и сказали ему слуги его пусть пою еще для господина нашего царя девицу чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним и будет тепло господину нашему царю и нашли ависагу санамитянку и прибили ее к царю девица была очень красиво и ходила на за царем и прислушивала его но царь не познал ее вот так охарактеризована немощь старого давида понятно что при стареющем царе сыновья начинают возбуждаться желанием вступить на царство и вот адония сын агивши возгордившись говорил я буду царю и завел себе колесницей псанников и 50 человек скороходов отец же никогда не стеснял его вопросом для чего ты это делаешь он же был очень красив и родился ему после ависалова конечно в адоне нашлись сообщники в его замысле всегда следующего поколения как-то теснит предыдущий и адония даже дерзнул принести жертву присутствие многих израильтян у камня захилет что было тоже действием неподобающим по рангу ему этому адонии при этом пророк нафан и как сказано другие сильные давидовы то есть верные давиду люди были против выдвижения адонии и тогда нафан предупредили версавию мать соломона что царство не обещанное давидом соломону присваивает адония весовья сказала а когда пришла к царю но ты господин мой царь и глаза всех израильтян устремлены на тебя чтобы ты объяснил кто сядет на престоле господина моего царя после него с этим же вопросом у давида обратилась и пророк нафан тогда давид хотел позвать на версавию и сказал ей жив господь избавляющий душу мою от всякой беды как я клялся тебе господом богом израилевым говоря что соломон сын твой будет царствовать после меня так я и сделаю это сегодня священнику садоку и пророку нафану и верному самослужителю в они давид велел посадить соломона на своего мула тоже знак так сказать приемства и и идти геону где помазать соломода в царе над израилем значит еще не был установлен порядок престола наследия по отца старшему сыну престол наследие было делом выбора царя как когда-то оно было делом выбора самого бога ведь саул а затем и сам давид были помазаны на царство пророком по славу самого господа так теперь от давида ожидалось это помазание то есть благословение на помазание понятно что адония испугался этого и бежал в страхе от соломона и он ухватился в скинии за роги жертвенника то есть это было при прибегнул к защите бога соломон обещал сохранить ему жизнь если он будет человеком честным давид уже перед самым смертью завещает соломоду быть твердым и мужественным мы помним эти слова как их этими словами моисея напутствовал и иисуса на вина также и давид был напутствовать этими словами когда ступал на свое поприще царская власть слишком привлекательно это не просто богатство и влияние в ней присутствует величие близкое к божественному во всяком случае она подтверждает особое благоволение бога поэтому полагая все таки за собой право на наследство адония не отказывается своих желаний он не прямо об этом заявляет он то сказать с хитростью с некоторой ну не спрямо не скажем что с хитростью но именно так подходит к версавии и просит версавию похлопотать за него перед соломоном теперь уже царем чтобы он соломон отдал ависагу санамитянку адонии это та самая висага санамитянка которая была последней наложницей давида версавия простодушно просит об этом соломона сын мой исполни мое желание что мать исполни вот такие слова соломон отвечает и однако когда узнает в чем просьба версавии а зачем ты просишь ависагу санамитянку для адония проси ему также и царство ибо он мой старший брат ему священник авиафар и и уав сын саруин военачальник друг и поклялся царь соломон господом говоря то это пусть сделает со мною бог и еще больше и сделает если я не если не на свою душу сказала дония такое слово ныне же жив господь укрепивший меня и посадивши на престоле давида отца моего и устроивший мне дом как говорил он ныне же адония должен умереть и послал царь соломон в анею сына иудаева который поразил адонию и он умер и так не человеческой инициативы данном случае скажу самого адонии и не традиции престола наследия по который одония какие-то права имел выбирается царь но воли бога указаны через пророка и когда вид был помазан на царство потому что пророк самуил указал на него господь так и о помазание соломона давид дает распоряжение как пророк да об этом вот о том как распоряжается давид о помазание соломона говорится в первой книге про лепоминон 22 главе вот из нее выписка и сказал давид соломону сын мой у меня было на сердце построить дом во имя господа бога моего но было ко мне слово господне и сказано ты пролил много крови и вел большие войны ты не должен строить дом имени моему вот у тебя родится сын он будет человек мирный соломон я дам ему покой от всех врагов его кругом посему имя его будет соломон и мир и покой дам израилю в одни его он построит дом имени моему и он будет мне сыном и я ему отцом и утвержу престол царство его над израилево навек будь тверд и мужествен не бойся и не унывай так значит благословляет давид соломона и действительно царство соломона укрепляется чрезвычайно об этом дальнейшее переставание к третьей книги царств оправдывая свое имя это время мира в израиле а мудрости саря сказано так соломон имел разуму выше разума всех сынов востока и всех мудрых египтян чтобы устранить всякое соперничество соломон велит казнить сподвижника адонии и уала но священника авиафара который должен был сподвижником адонии соломон не велит казнить потому что тот авиафар не вас когда-то ковчег завета перед давидом ковчег это средоточие святости всего израиля он свидетельствует о присутствии бога среди своего народа если благословил господь человеку нести свой ковчег то этой милости он защищает человека и в будущем сломой лишь отстраняет авиафара от священства и ставит священником некого садок далее говорится о том что того самого семей который хулил давида во время бедствий давида соловон велит казнить как заповедал ему перед смертью сам давид это мчение окончательно утверждает победу над всякой всяким сопротивлением власти царя но вот таков ветхий завет тут мчение как по необходимо оно ставит точку в борьбе а царь соломон да будет благословен и престол давида да будет и поколебим пред господом навеки так произносится в книге это провозглашение исполнится но не во времена последующих царей все они будут либо слабы после соломона либо даже бога отступники и народ легко будет поддаваться языческим соблазнам в собом царстве соломона не сохранилась все то предназначение которое господь задумывал и утверждал в народе своем израиле пророчество о неколебимости престола давида относится к помазаннику мессии христу потомку давида по человечеству в последующем далеком последующем времени именно в такой эсхатологической перспективе следует понимать смысл ветхозаветных событий все что чуждо этому смыслу торжеству церкви в конечных судьбах мира она проходит бесследно как бы ни было значительно в свое время как и царство с соломоном в частности и роскошь и мирное благополучие которые были при соломоне после него разрушились бесследно влияние соломона во всем окрестном мире проявилось частности в том что он женился на дочери фараона это конечно утвердило его авторитет как владыки не ниж египетского царя но и привязала его к земному богатству и к книге царств 3 главе 3 книги царств говорится так и утвердилось царство руках соломона соломон хоть и любил бога но как его народ приносил жертвы на высотах то есть еще не было храма и на высотах приносили жертвы в частности и языческим богам и вот соломон пришел в гаваон для жертвоприношения и тебе принес тысячу всесожжений и там явились ему господь ночью и сказал россии что дать тебе и сказал соломон прочитаем из 3 книги царств из 3 главы ты сделал рабу твоему давиду отцу моему великую милость и за то что он ходил при тобою в истине и правде и в искреннем сердце своим при тобою ты сохранил ему за это великую милость и даровал ему сына который сидел бы на престоле его как это и есть ныне и ныне господи мой ты поставил раба твоего царем вместо давида отца моего но я отрок малый не знаю ни моего выхода ни входа среди народа моего который избрал ты народ столь многочисленного что по множеству его нельзя не исчислить не обозреть дары ж рабу твоему сердце разумное чтобы судить народ твой и различать что добро и что зло ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим и благоугодно было господу что соломон просил это и сказал ему бог за то что ты просил этого и не просил себе долгой жизни не просил себе богатства не просил себе душ врагов твоих но просил себе разума чтобы уметь судить вот я сделаю по слову твоему вот и даю тебе сердце мудрое и разумное так что подобного не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе сердце мудрое тут это конечно значит что не просто рассудительный человек но человек мудрый своей волей своим внутренним выбором своим своей всей своей личностью умудренный богом ну и вы знаете пример мудрости соломона это суд соломона когда он рассудил кто из двух женщин претендующих быть матерью одного младенца и его истинная мать это стало сюжетом для многих картин и иных сюжетов после этого говорится о благоденствии израиля и иуды под управлением соломона иуда и израиль и многочисленные как песок морской ели пили и веселились соломон владел всеми царствами от реки ефрата до земли филистинской и до пределов египта они приносили дары и служили соломону во все дни жизни его то есть эти другие страны подробно описывается о строительство храма куда был перенесен и ковчег завета этому посвящены главы 5 и 7 а 8 главе говорится когда священники вышли из святилища облако наполнило дом господень и не могли священники стоять на служении по причине облака ибо слава господня наполняла храм господень повторилось то что было при сооружении схеме это еще в книге исход мечтай это как явление бога на синае в облаке является он моисею а затем на фаворе когда голос божий обращен слух людей слышат на посты на горе фавор при схождении иисуса при преображении и об этом и явление славы господне в небесном иерусалиме в небесном храме говорится в апокалипсисе книги откровения 15 главе когда господь явился снова соломону он сказал ему и сказал господь я услышал молитву твою и прошение твое о чем ты просил меня сделал все по молитве твоей я осветился и храм который ты построил чтобы пребывать именем моему там вовек и будут очи мои и сердце мое там во все дни если ты будешь выходить при лице моим как ходил отец твой давид в чистоте сердца и в правоте исполняя все что я заповедал тебе если будешь хранить уставы мои и законы мои то я поставлю царский престол твой над израильным вовек так я сказал отцу твоему давиду говоря не прекратится у тебя сидящий на престоле израильском если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих которые я дал вам и пойдете и сталите служить иным богам и поклоняться им то я истреблю израиля с лица земли который я дам ему и храм который я осветил именем моему отвергну от лица моего и будет израиль притчу и посмешищем у всех народов вот как воля божья то сказать доверяется народу казалось бы если бог велит и что-то определяет его власть творить волю беспрепятственно однако препятствием исполнению воли божьей может быть воля человеческая мы это знаем по собственной жизни надо сказать а чему мы не просили бога и чем бы у нас не благословил как бы он не мог на милости завтра же человек может оказаться отступником и господь не удержит своей святости в нечистоте человеческого сердца дальнейшее повествование о царствовании соломона содержит описание его богатств строительство дворца преклонение перед ним соседей о его многочисленных женах и наложницах благополучие соломона свидетельствовала о благоволении к нему бога но богатство и оттягощало его душу пресвящением а вслед за своими иносяными женами соломон стал проносить жертвы их богам но как мы знаем по всей истории ветхого завета не в благополучии народ возвышается до так сказать сильный абсолютное сколько возможно человеку верности в богу но напротив в тяжких испытаниях о соломоне сказано так господь срок к его отступничеству за то что так у тебя делается и ты не сохранил завета моего и уставов моих которые я заповедовал тебе я отторгну у тебя царство и отдам его рабу твоему но во все дни жизни твоей я не сделаю сего ради давида отца твоего из руки сына твоего и сторону его то есть царство и не все царство и одно колено дам сыну твоему ради давида раба моего и ради иерусалима который я избрал и так в давиде как бы сосредотачивается вот такой таким зерном святым предначертанное богом спасение израиля даже не в личности самого давида который тоже отступал но в потомстве давида в каком-то будущем которое в поколениях вслед за давидом должно открыться после такого обличения господь наказывает соломона враждебными действиями его соседей те которые раньше приезжали к нему для почтительного поклонения или приносили дары уже не так к нему расположены а раб соломона иероваам поднял на него руку при этом к этому иероваам является пророк ахея и пророк ахея возвещает перед иероваами будущее разрушение израильского царства ахея так говорит в то время случилось иеровааму выйти из иерусалима и встретил его на дороге пророк ахея и силамлянин и на нем была не новая одежда на поле их их было двое этот ахея делает как-то бывало у пророков символическое действие и взял ахея новую одежду которая была на нем и разодрал ее на 12 частей и сказал иеровааму возьми себе десять частей ибо так говорит господь бог израилев вот я историю царство из реки соломоновой даю тебе десять колен а два колена останутся за ним ради раба моего давида и ради города иерусалима который я избрал и так этим жестом символическим пророк ахея перед иероваам предвосвещает есть падение царства от падения от него десять колен иероваам бежит но соломона не удалось убить иероваама иероваам жил в египте до смерти соломоновой даже дальнейшие события соломонова царства для составителей книги настолько не представляются значителями что книги сказано так прочие события соломонова и все что он делал и мудрость его описаны в книге дел соломоновых такая книга по видимо существовала она являлась источником для повествования которое мы сейчас обсуждаем но и она не сохранилась и вот эта вот фраза дальнейшие события описывается в книге деяний не одна повторяется последующих главах книги царств когда речь идет о том или другом царе после соломона времени царствования соломона затем израиль было 40 лет и сказано так далее и почил соломон с отцами своими и погребен был городе давида отца своего и воцарился место него его сын ровом ну от сына и соломонова ровом а не было народу той радости и укрепление вере как при давиде вам отступник и последующие за ним его преемники об этом говорится уже в следующих книгах о чем поведем речь в следующем в следующих встречах а сегодня можно заключить такими словами какие бы великие царства какие бы такие значительные личности героев не вставали перед нами при чтении ветхого завета главным героем библии остается господь и тем с кем бог все время имея делали не тот кому бог обращен ради которого бог действует является народ божий господь и его народ вот герои ветхозаветных книг но в следующий раз мы приступим к истории царствования постера лама и последующих без своих которые постигли израиль до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео